Всех приветствую, Юрий Шурипа с вами. Сегодня 29 июля 2019 года беседуем с Семеном Фищуком и Никитой Моргуновым, это оперативный уполномоченный, но уже бывший, 5-го отдела полиции города Ростова-на-Донова. У нас сегодня несколько тем есть, и первое, что хотелось бы обсудить, это как раз-таки господа, что касается вашей полицейской линии, и в этом контексте московские протесты, которые прошли недавно в Москве, но смотрите, в чем суть заключается. В принципе, это и не митинг был, потому что плакатов даже как таковой их там символика, если кто приходил, единицы. То есть, скорее всего, это мероприятие можно назвать как сбор недовольных людей, которые пришли специально под мэрию для того, чтобы выразить свое несогласие с тем, что их лишили права выбора. Потому что большинство этих людей, насколько нам известно, подписывали, давали свои подписи за конкретных кандидатов в депутаты Московской городской думы. И тех лиц, за которых они подписывались, ну просто по беспределу, есть многочисленные факты, которые свидетельствуют. То есть, вот Московской сборной 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 сборов откровенно по беспределу их не допустил. Вот пришли люди, значит, на эти сборы выразить свои несогласия. И мы видим, как полиция просто, ну, это какой-то прям зверство, фашизм откровенно. По-моему, немецкие полицаи в Третьем Рейхе, они так, евреев и других народов, которых покоряли, жестоко не избивали то, что происходило там. Да, я прекрасно понимаю, мы видим, например, протесты, желтых жилетов протестуют во Франции. Но, и там полиция, значит, применяет и резиновые пули, и газ, и вот, аметы. Но там, по крайней мере, видно, за что эти, так сказать, меры полиция принимает. Потому что идет ТОПА, она конкретно там крушит стекла, поджигает автомобили, вот реально устраивает массу беспорядки. И здесь, как бы, меры полиции, они соразмерны. А почему вот в Москве пришедших людей, которые абсолютно безоружны, преимущественно, там, пожилые люди, женщины, их вот настолько жестоко избивали, что это просто, ну, вот. То есть, непонятно, почему, значит, простым людям испыт, вот, применяется вот столь такая чрезмерная зверская жестокость. Ну, да, действительно, люди абсолютно мирно, демократическим способом пришли выразить свое недовольство, то, что выборы были сфальсифицированы, точнее, не выборы, а то, что не допустили их кандидатов к этим выборам. Они пришли спокойно, без лозунгов, просто собрались, так сказать, в одном месте, после чего сначала было недопущение их к данному месту сбору. Тверскую там не пропускать. Да, после чего их начали разгонять. Причем самым жестоким методом, с задержанием, чеку руку сломали, все это на видео попало. А произошло это почему? Потому что власть просто, она панически боится таких настроений в обществе. В частности, Владимир Владимирович Путин, он прекрасно видел, что произошло в 14-м году в Украине. Он очень сильно боится этого. И такими методами пытается назидание всем остальным дать понять, что в нашей стране, в нашей бывшей стране, в России это невозможно, недопустимо, такого быть не должно. Поэтому и такие жесткие методы и применялись. То есть недопустимо это просто, чтобы люди вышли на улицу и сказали, что мы против лишения нас конституционного права на выбор вот этих кандидатов. Чтобы те кандидаты, которых мы там поддержали, за них, значит, сидели, собирали подписи или подписывались, значит, выбрать того, чтобы этих лиц вы не допустили к участию к выбору. То есть получается, за то, что люди просто высказали свои мнения, их откровение сбили за инакомыслия, скажем так. Да, но разгоняли это как? Мы читали, что люди пишут, допустим, Маргарита Симолян выразила, что там 2000 человек всего было, из них там 700 блогеров, половина вообще с Украины, там людей, все в кучу перемешали, там все виноваты, все... Ну вообще я бы хотел поправить, там, конечно, не больше полиция, не столь полиция действовала, сколько все-таки Росгвардия, это срочники, по призыву, значит, регулярные части, контрактники. Полиция больше там занималась ОМОН, СОБР, ну полиция занималась больше все-таки, я думаю, оформлением в райотделах там доставленных. Ну и как вот с видео видно, что, ну говорят уже о некомплекте московской полиции, не справляется она своими силами, согнали такую толпу с прилегающих областей. Вот, и, ну явно, что там видно было на видео, там полковники уже выходят на митинги. То есть, ОСБ боится, реально выгоняет всех на улицу. И самое интересное, что люди очень много негатива пишут на полицию, но я бы хотел сказать, ну мало где пишется, но люди более здравомыслящие пишут. Правильно, занимается этим второе управление ФСБ в Москве. И, то есть, вычисляет, ведет к артитеку тех людей, кто, значит, выходит на митинги, выражает, там, планирует что-то. Мы видим задержание, мы видим, что обыски прошли, людей в суд, значит, прям с митинга забирали, там, Любовь Соболь, ФБК, это Навального, значит, фонд Больберс-Коррупция Навального, в офис ворвались, тоже провели обыск. То есть, это делалось все именно в момент митинга, чтобы не было людей, которые могли бы повести за собой толпу. Чтобы люди могли выразить свое мнение, что тут такого. Там же никто не жжет никого, не кидал палки какие-то. Мы видим вот сейчас в Гонконге, допустим, на BBC, я вчера смотрел, в Гонконге проходят митинги зонтиков, по-моему, да? Митинги зонтиков, как-то оно так называется. То есть, там люди в масках, люди кидают файры камнями. Там, да, идет открытое столкновение с полицией. Но здесь зачем? Мы много видео видим, потому что забирают каких-то бабушек с улицы, там, молодых людей. Ну, явно, которые просто идут. А вот видео, допустим, с чеченцем, мне понравилось. На приори, когда его пыталось там 5-6 сотрудников ОМОНа затащить, у них это не удалось, он вырвался. Да, сразу дуну и стойку стал уже. Да, и дальше никто почему-то не стал применять никаких там специальных средств, сбить его дубинками. Зачем делать так, что люди злые становятся на гвардии, на полицию? Я не понимаю, почему сотрудников пускают под вот этот такой каменный дождь? Зачем это нужно? Зачем власти нужна? Мы просто не можем этого понять, потому что крайними становятся сотрудники полиции. Хотя мы все прекрасно знаем, кто этим управляет, этим управляет ФСБ. Хорошо, а вот вы сказали второе управление ФСБ. Это вот непосредственно само и Федеральное судо безопасности, главное управление, которое на Лубянке находится, или управление ФСБ по Москве на Сусплу? Нет, на Лубянке. Да, это такое отдел по борьбе с наканусьми. Ага, то есть и их задача, в общем, в чем вообще заключается? Взять зачинщиков митинга, ввести картотеку, то есть на митинге есть, я вот не помню, как сейчас называется эта система, но стоят специальные машины, там камеры, и те, кто заводит толпу, либо там призывает, либо какие-то лозунги выдвигает их, фотографирует. Потом, все мы знаем, есть база ФМС, с партами людей встречают и заводят картотеку, то есть кто, кто, как? То есть вот это управление, оно занимается заведением дел оперативного учета на каждого лица, который участвует в партизе. Ну, естественно, их задерживают, а уже руками полиция пытается задерживать. Люди, естественно, недовольны полицией. Хорошо, тогда скажите, а вот мы видели, в толпе было очень много сотрудников так называемого центра по противодействию экстремизма. Это же все оперативные сотрудники, которые, ну, так сказать, они, естественно, в неформе и занимаются там вот такой вот скрытым сбором информации, чтобы не засветиться вот артистующих, то есть их задача. А здесь получается так, что вот второе управление ФСБ и Центр по противодействию экстремизмам у города Москвы, они не дублируют вообще свои функции? Или Центр по противодействию с экстремизмом, это вспомогательная контора для ФСБ? Ну, ФСБ направляет эти службы явно. Ага, то есть получится? Я хочу, чтобы люди не забывали. Я понимаю, что всем не нравится полиция, но кому что не нравится, но направляет это, вообще все, вот это урок деятельности, всех структур, все равно направляет ФСБ. У нас одна структура 20 лет в стране борется с инакомыслием. Ну, а как же, вот, смотрите, например, ну, вышел мне милиция, каждое отделение милиции, те, которые там, сотрудники выселения были, или разгоняют опу, у них есть там свои начальники и так далее, и они починяют своим начальникам. А вот ФСБ, это как получается, оно на их начальников влияет, то есть получается, что начальники полиции, они подчиняются еще и ФСБ, помимо того, что имеют своих, значит, высшестоящих начальников в Министерстве внутренних дел. Ну, прокуратуры. Послушайте, у нас в каждом отделе полиции, вообще любой единицы, есть куратор ФСБ, он, в принципе, имеет большое влияние. Также, там, в ГУВД Москвы есть свой куратор. То есть люди, прежде чем что-то делать, не в плане, это какой-то уголовной сферы, а вот именно, когда митинги или какие-то массовые протесты идут, естественно, там все решения принимаются сотрудниками ФСБ, после чего руками полиции, там тоже Росгвардии происходит задержание и так далее, и тому подобное. Центр противодействия экстремизма, он вообще замышлялся, как, ну, борьба с экстремизмом. Да, с террористами. Да, там была благая мысль, но никак не для борьбы с инакомыслями, с митингами и так далее, и тому подобное. Ну, людей привлекают, что они делаются, есть указания, приходится выполнять. Вы знаете, хотелось бы такой кадр с вами обсудить, если вы, конечно, его видели. На этом же митинге был избит один из оперов Центра по противодействию экстремизма, потому что он осуществлял там оперативную съемку, его уже сам сотрудник Росгвардии ударил, но и хотели его, вроде, задержать, но потом выяснилось, что он является опером, там, по-моему, даже слышно, что он сказал свой, его прям сразу отпустили, и он там пошел такой, ему, конечно, разбили голову в кровь, вот, то есть, как вообще это можно объяснить? То есть, получается, что у них там даже, ну, почему такая у них слабая координация? То есть, ну, или им слишком, ну, во-первых, мы много взяли туда, вот, в Центр по противодействию экстремизма? Ну, я, допустим, читал, что уже в 22-м часам, 27-го числа, некоторых просто забыли распустить. То есть, допустим, там были подразделения ППС, там, и сотрудники ГОВД Москвы, их просто забыли распустить некоторых вовремя. То есть, как бы, что тут говорить о координации? Ну, как бы от страха вывалили на улицу кучу сотрудников, а как ими управлять некоторые, ну, лучше больше пусть будет, а как оно будет, видимо, не все это понимают. И потом, смотрите, они еще изднили тактику, вот, опять-таки, исходя из-за информации, которые в интернете представлены, вот я знакомых из Москвы получаю, что сотрудники Центра по противодействию экстремизма уже стали переодеваться там неких хипсеров, там, каких-то, вот, чтобы их там, ну, в основном не было видно, но все равно вот такие вот факты, то, что мы сейчас с вами обсудили, как сами, значит, сотрудники полиции задерживают своих же, а потом их отпускают, причем с синяками, тумаками, вот они действительно свидетельствуют о том, что проблемы вот в организационном плане в московской полиции достаточно большие, вот. Ну, я думаю, там желающих-то заниматься этим нету особо. И все понимают, что, как бы, их заставляют приказами, да, но мы же видим то, что твиты, допустим, много комментариев, там, от Омоновца, особенно, был комментарий. Я читал, тут кто-то твитнул, что вот выгнать бы сюда колокольцев, пусть бы он сам тут постоял с людьми. То есть, ну, как бы, довольных-то, наверное, не очень, там, невеликие зарплаты и прочее, прочее. Я думаю, что среди полицейских очень много они довольны. Хорошо, а среди росгвардейцев там, получается, более довольны? Как вот, если эта структура? Сейчас не могу сказать. Давно ни с кем не общался, но, да, эта структура, да, довольно-таки, сейчас хорошо поддерживается, потому что все-таки она создана была в 16-м году для разгона митингов, для неповторения сценария Украины. Послушайте, я что хочу сказать. Росгвардия, это военизированная организация, там, вне зависимости от того, хотят люди разгонять и охранять этот митинг, не хотят они его. Хотят или не хотят, есть приказ, они в любом случае пойдут. Тут проблема же не в самих бойцах, а в том, что им дают незаконные приказы и указания. То есть, это все идет от руководства, а не от рядовых бойцов, понимаете? А негатив и людей, и сотрудников только растет. Ну и, соответственно, у разгвард, где у них больше полномочий, исходя вот из, значит, законодательства нового, которое было под этот разгвард, то есть, они имеют право не просто там приемы борьбы применять, а еще и наносить удары по людям, то есть. Да, ну и использовать оружие в толпе. Что в законе о полиции категорически запрещено. Ясно. Ну вот и, видимо, на вот этом последнем митинге, который происходил в Москве, они, конечно, там по полной программе использовали, наверное, все, что возможно. И удары, и били, и руки ломали, и газ пускали, и еще там... Ну, конечно, да, это ужасная неадекватность. А вообще, вот смотрите, на ваш взгляд, вот это недовольство людей, вот, как вы считаете, оно будет вообще нарастать? Этот протест спадет или позже будет все-таки больше людей выходить? Я думаю, в дальнейшем это все будет только нарастать. Уже выросло поколение людей, которое родилось в 2000-х годах. Послушайте, эти люди... Им уже 19-20. Новогодние выступления видят одного и того же человека постоянно. Ну, начинаются адекватные вопросы, как так происходит. Если один человек столько времени пройдет страной, ситуация ухудшается. Ну, зачем, в общем, тогда нужен? Его пора менять. И, то есть, если будут продолжаться, а невероятнее всего, что будут продолжаться такие со стороны власти методы проведения выборов, то, естественно, люди будут выходить все чаще и чаще на улицу. И в конечном итоге это все будет, может быть, в кровопролите. Ну, во всяком случае, если демократически... Да, указано идет. Если демократическим путем не получится поменять руководство страны, а, скорее всего, что не получится, потому что руководство уходить никуда не хочет, то будет кровопролитие, скорее всего. То есть, вы считаете, что и сама власть, в общем-то, она, наверное, все-таки, на мой взгляд, способствует этому, вот опять-таки, вот эту непропорциональную жестокость, откровенную это, то есть, жестокость, не обоснованность, законность. Да, это специально, наверное, скорее всего, что оно же, его, в общем-то, одна из целей, то есть, власть хочет решить задачу забугать общество, что общество боялось, не высказывало свою точку зрения, а на самом-то деле, это может, ну, вот на ваш взгляд, да, может ли это дать обратный эффект, что люди, наоборот, возлобятся, скажут, ну, что это за несправедливость такая, вот, там, соседи и так далее, друзья, подели подписи, условно, собирали, вышли высказать свое, значит, отношение, их за это избили. То есть, это может какой-то вообще, ну, привести потом какие-то, ну, вот, скажем так, радикальные, более радикальные формы протесты? Конечно, вот, Соловьевская, Киселевская пропаганда, здесь же там сразу всех обвинили, что это какие-то маргиналы, там, хипстеры и прочее, прочее, там, вообще, типа, москвичей не было, но как не было, люди же, люди приходили, давали свои подписи, люди приходили в Мосвудберком, подтверждали свои подписи, но людям просто становится, они видят этот беспредел, и, конечно, будет нарастать, а такое жесткое подавление, мы же сразу слышим везде, что сценарий Украины, сценарий Украины, если там боятся чего-то, а что здесь такого произошло, мы здесь живем уже 4 месяца, ну, слушайте, ну, люди просто пришли, выразили свой протест, значит, поменяли власть, да, получилось, как бы, там, и кровавые моменты, да, небесные сотни, перестрелки, стычки, но ведь довели-то до всего, опять же, почему противодействие власти такое огромное, людям не давали нормально собираться, здесь происходит, в принципе, то же самое, я знаю, что митинг следующий назначен на выходные, опять же, на следующей неделе, я думаю, что люди выйдут опять, будет то же самое. Ну да, будем все-таки надеять, что, ну, у россиян есть, осталось какие-то, скажем так, вот, чувства достоинства, то, что еще там не убито пропаганой, чтобы люди выходили, действительно, и отстаивали свое право, и защитили таким образом своих кандидатов, за тех, кого они хотят голосовать, потому что, ну, это уже, действительно, откровенно такое имитирование, которое пошло по беспределу. Хотя я сам в свое время, напомним, был кандидатом в московскую городскую дону, в 2014 году по восьмому одномодатному, извините, по четвертому одномодатному избирательному округу города Москвы собрал, у меня было 33 волонтера, мы собрали пять с половиной тысяч подписей, и я знаю, просто какой-то адский труд ходить, собирать подписи, тем более в Москве, там основную трудность, я скажу, в чем даже по поводу сбора подписей, это в том, что мы, вот, ну, и мои волонтеры прошли, прочесали фактически все районы, и в 70% квартир там живут иногородние. Съемно живет. Да, то есть съемно живет, они звонят, открывают там какой-то кавказец, как правило, или азиат, но они говорят, вот, так и так, такой-то кандидат, там, мой программ показывает, вот, будьте добры, там, подпишитесь, а он сразу говорит, да вы знаете, с удовольствием, но я не местный, я тут не зарегистрирован, вот, в этом. Так что, просто я на своем личном опыте знаю, насколько тяжело собирать вот эти подписи. Кстати, я понимаю, что людей особо говорить не надо, что в Москве тоже, как и в Украине, огромнейший запрос на новых лиц, потому что все вот эти вот жулики-воры, коррупционеры и вся эта вот путинская шейка-братья, она всем уже, честно говоря, остаточена тема. Да, люди хотят видеть во власти, действительно, и в России, в том числе новых лиц, но им сама власть препятствует умышленно, создают такие вот барьеры, чтобы новые независимые лица в этой власти не было. Вот, и хотел знать еще, что я могу сказать, вот вы затронули пропаганду, а ведь, смотрите, какая получается ситуация. В день протеста, фактически, сами протесты в российской пропагане освещены не были, только освещало там дождь, ехо Москвы, все, а остальные вот я... Убросы там? Да, да. Да, да, да. Причем, да, кстати, вот, 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 вот интересно, а на ваш взгляд, кстати, вот как у сотрудников полиции, но уже бывших, чем связаны обыски на телеканале дочки, который просто там онлайн освещал идти, митинге, и какая причина соответственность может быть? Ну там же призывы какие-то вражались, я знаю там 114 статья, что призывы на свои митинги, а по срыву выборов назначили, что якобы, а препятствия работы московского избиркома, 141, да, 141, да, вот, и возбудил дело Следственный комитет и начали трясти всех, под этого берут, естественно, любой обыск, в любом, 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 в любом. И начинается. Нам всем говорят с телевидения, президент говорит, что у нас не тридцать седьмой год, нужно говорить все, что угодно, не за кем-чужного воронок не приедет, а на деле получается совсем другое. Ну так самое интересное, что в основном все телеканалы пропагандистские, российские, не просто в основном, а все телеканалы, у них была одна тема, это как президент России погружается в бутисках и на дну. Все, то есть нет никаких выборов, горит в России, Сибирь, там уже миллионы гектаров, страшно, смогу, который вызывает там онкологию и прочие заболевания, потопа на наводении и так далее. То есть то, что внутри России, вот именно ничего не происходит. Да, говорят о жаре в Европе, о погружении Путина и что-то еще там. Да, то есть почему, на ваш взгляд, как вы считаете, почему вообще российские проблемы в самой российской пропагандии не освещаются? Почему? Неужели для всех нет их проблем? Нет, ну вы правильно сказали, Смита, пропагандистский тоже будет показывать внутренние проблемы, тем более в прямом эфире. Люди бы посмотрели, что происходит, недовольных куча, но может быть бы они решили присоединиться, что еще бы в разы усуге была ситуация. Людям нельзя показывать плохие новости, потому что это плохо влияет на рейтинг нашего правителя. Мы катимся к таким брежневским временам, я думаю, что эти три канала, одни и те же новости, в съезде там, да, как правитель там покупался, как он там рыбу половился с голым торсом, все, больше людям убедить ничего не надо. Вот я вам как обыватель скажу, ну мне неинтересно смотреть, как Владимир Владимирович опускается в потискафе, мне неинтересно его жизнь, мне больше другие проблемы интересуют, ну по телевизору это не показывают, как-то так у нас. Хотя люди уже помощь, то есть я там смотрю в инстаграме, люди уже волонтерскую какую-то помощь просят, собирают какие-то движения, потому что ну в Сибири уже все, какие можно границы все были, просто перешагнули эти пожары, ну там реально проблема есть, об этом вообще никто не говорит. Да, это на самом деле, знаете, честно говоря, все это мне напоминает советские времена, еще такой был анекдот, когда гражданин пришел домой, включил, один канал выступает Леонид Ильич Брежнев, второй канал Леонид Ильич Брежнев, третий канал Леонид Ильич Брежнев, четвертый канал, а там полковник КГБ с пальцем, а ну-ка, не переключайся. Вернись на второй раз. Да, да, вот это уже. Ну вот, как и мы идем. Я понял. Но, посмотрите, хотелось еще по ходу обсудить вот так называемую систему сторожок, в которой, значит, российские правоохранительные органы используют для борьбы с инакомыслием. Вот, ну, вы до передачи сказали, что ваши родственники столкнулись с беспределом этой системы. Можете вот, ну, вот, последнюю информацию рассказать? Сейчас расскажу. Вообще, произошел, на самом деле, вопиющий случай. Моя мать пенсионерка, его мать пенсионерка, они при, ну, собрались с нам приехать в Харьков. Ехали они через вон пропуска в Белгородской области, ехали они на автобусе. Когда проверили их документы, их сняли с автобуса, продержали около 9 часов, допрашивали, задавали различные вопросы. Естественно, там, ни воды, ни чай, ни кофе никто не предлагал. Все это было в достаточно грубой форме. И в конечном итоге, когда, ну, матери уже начали откровенно выражать недовольствие, сотрудник пограничной службы пояснил, что да, мы лично к вам претензий не имеем, как сотрудники Белгородского управления ФСБ, но на вас сторожок ставили в Ростовской области. Мы связались, и некий генерал, он, к сожалению, не назвал его фамилию, лично просил их руководителя не пропускать наших матерей на территорию Украины. Вообще, просто они искали какое-то основание, но, естественно, там, ни долгов, там, ничего у матерей нет, и законным путем они это сделать не могли. Они просто, ну, просто их держали и не выпускали. Да, и снова брали там. Да, в конечном итоге Семену Анатольевичу маме стало плохо, у нее подскочило давление. То есть, когда я померил, померила сотрудница на границе, она поняла, что сейчас будет гипертонический кризис. Да, попросили вызвать скорую, сразу же появился чай. Ну, как бы претензии особых именно к Белгородской таможне, да, там ФСБ, сотрудникам погранслужбы, и таких нету. Там люди, как бы, понимают всю ситуацию, но они сами-то так и объяснили, что все давление идет именно с Ростова, там, то есть, просто какой-то царь позвонил и решил, чтобы их не выпускать из страны. Ну, вот, смотрите, пограничная служба, она подчиняется ФСБ, это структура Федеральной Союзной Безопасности России. И какой-то генерал, скорее всего, это с их же структурой позвонил. Но, опять-таки, смотрите, какой здесь, мы видим, максимум суббогизм. То есть, у нас, ну, в смысле, в Российской Федерации, ну, это и в других, в общем-то так странах, до трех часов имеют право задерживать, где составили протокол. Да. Вы говорите, что вот вашу маму протяжали 9 часов. А, смотрите, а почему тогда они протокол уже не составили? Ну, тогда даже должны все-таки, но нет. Если они уже трех часов, то есть, составляется там протокол. Ну, если, ну, если срок истек, то, безусловно, просто должны были отпустить, потому что, иначе, это превышение должностных полномочий. И уже статья, по-моему, как ни память не изменеет, 285-й Уголовный кодекс, как говорится, в смысле, считается. Да, они, по сути, то и превысили должностные полномочия. Ничего не составлялось, никаких не протоколов. Единственное, что их опрашивали, причем опрашивало несколько разных человек. Задавались одни и те же вопросы, причем вопросы достаточно глупые, с учетом того, что они имеют право не свидетельствовать против своих родственников, против нас. Согласно статье 51-й Уголовный кодекс. Да, в общем-то, на, скажем так, глупые вопросы, глупые ответы они получали, что, в свою очередь, тоже людей раздражало, в связи с чем 9 часов 2 пенсионерки были в автобусу ехать задержаны и просидели на посту. В автобусу ехал, он пришел до Харькова добираться на такси. Ну, вообще-то, в вечернее время, это было первое нарушение прав человека, международных правил и конвенции. Но в итоге, вот, девящества, они все-таки в Украине прошли. Мы знали, что есть? Да, вот, статья 2 протокола 4 Европейской комиссии права человека. Она гласит, что каждый человек будет покидать свою страну или любую страну. То есть, на каком основании их вообще могли задержать и продержать? Здесь они уже перешли, когда на Украину, их, ну, когда попросили вызвать скорую уже давление скакануло, там схватили быстро сумки, отнесли быстренько на Украинскую сторону, чтобы, я так понимаю, что если станет плохо, действительно уже совсем там потеря сознания или что-то, чтобы это как бы случилось на Украинской стороне. Быстренько схватили сумки, отнесли сами же пограничники, но я могу сказать, что на Украинской стороне быстро оформили документы. И даже, значит, один из сотрудников позвонил своему родственнику в ближайшей деревне, он приехал, и там ему заплатили денег. То есть, уже шло, он отвез его в Харьков. Я понял, а когда обратно они туда ехали? Повторение процедуры. То есть, опять, такой же беспредел, те же самые? Ну, только не в таком масштабе, там была та же смена пограничников, вот, да, не около четырех часов тоже там просидели, но с автобуса не сняли, и то радует. 700 километров? Слушай, а вот интересно, глупая процедура, но вот просто так людей по беспределу прессовать, которые тут ни при чем. Хотя, смотрите, у ФСБ, например, ну какой смысл где-то людей на границах ловить, когда, если ФСБ знает, что человек там в чем-то подозревается, у него достаточно, на мой взгляд, различных оперативно-технических средств, чтобы его где-то задержать, в том же самое основное, дано провести опросы, все эти мероприятия. Зачем, почему это делается именно на границе? Я это называю мелким пакостничеством, чтобы действовать людям на нервы, просто ущемлять их права, достоинства и так далее, и тому подобное. Они не имеют права это делать, но, тем не менее, делают, чтобы просто насолить. Это, на мой взгляд, единственное, для чего это может делаться. Потому что, допустим, в нашем случае сотрудникам ФСБ прекрасно известно, где я нахожусь. Мы не скрываемся. Естественно, я в Россию не вернусь, и где меня искать, они, в принципе, знают. Ну, просто они действуют на нервы. Хорошо, давайте, наверное, с вами сформулируем рекомендации для тех юристов, правозащитников, просто несогласных лиц, просто, ну, вообще для всех тех, кто подпадает под беспредел этой системы сторожок, как им действовать. Скажем так, если сотрудникам дают какие-то там незаконные приказы, или у них имеется информация о совершении каких-то противоправных действий в отношении граждан, я рекомендую, скажем так, негласно собирать данную информацию, аккумулировать ее, и в случае, когда вы уже будете готовы поведать миру о тех случаях беззакония, происходящих с стороны российской власти, вы можете приехать на Украину, скажем так, предоставить данную информацию. Вот здесь это все происходит конфиденциально, вас поймут, выслушают и отнесутся с пониманием, и согласно всем международным актам, конвенциям и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что там было желание их испортить, чтобы они не могли выехать. Записывайте на телефон, на диктофон, значит, телефон сейчас фиксирует время вашего пребывания, максимальная съемка, нигде не запрещена, там ничего секретного нету, вы же не в помещении режимом снимаете, это пункт опуска, общественное место. Снимайте все, фиксируйте, если вас держат, задерживают, пытаются общинить ваши права, обращайтесь, обращайтесь в том числе, собирайте все в Украину, спокойно можно обратиться. Также я ко всем другим сотрудникам обращаюсь, у кого какие-то проблемы, там, преследования, непонятные какие-то, по непонятным каким-то причинам, там, сотрудникам гвардии, полиции, других органов, там, и структуры судов, я думаю, что вас здесь всегда выслушают. Да, ну, и я тоже хотел добавить, все-таки, потому что, когда человек находится в системе сторожок, ему уже априори такое отношение, как к врагу и к объекту, с которого надо максимально потрошить. Поэтому, учитывая, так сказать, наши правозащитные практики, я рекомендую иметь два мобильных телефона, то есть один мобильный телефон должен быть на готове, и таким образом, чтобы никто вообще не знал о его существовании, проводить надо видеозапись скрытно, чтобы те сотрудники не знали о том, что идет запись. Потому что, если они узнают, с одной стороны, непонятно, как может развиваться ситуация, нужно, опять-таки, смотреть по обстоятельствам, они могут его просто по беспределу отобрать. А когда они, опять-таки, не знают, что идет запись, они могут больше наделать косяков, там, оскорблять, предъявлять какие-то еще иные требования и так далее. И это очень важно. То есть все в беззаконе, беспредел, который исходит от сотрудников, нужно обязательно фиксировать, но и второй мобильный телефон обязательно при себе нужно иметь. А также, пользуясь случаем, я хочу, как уже коллеги сделали обращение, сделать свое обращение к сотрудникам ФСБ, полиции, Следственного комитета, ФСИН, Росгвардии, ну а также к судям, прокурорам и ко всем государственным и не принципальным служащим. Я понимаю, что среди вас в России работает в органах власти достаточно большое количество порядочных и адекватных людей, которые видят, ежедневно сталкиваются с произволом системы, с глупостью и бездарностью своего руководства, с преступными приказами, указаниями, которые чаще в устном виде, в форме телеграммы исходят письменно и так далее. Вы демонстрируете лояльность и собираете, фиксируете на видео, аудио, документально, делаете ксерокопии всех вот этих незаконных приказов, все, что исходит от вашего руководства. Вы все это дело фиксируете, записываете, собираете доказательства вот этого беспредела, я думаю, там для кого-то по-разному, кто-то за полгода, может, для кого-то год, 9 месяцев и так далее, чтобы у вас была исключительная доказательственная база всех преступлений вашего начальства, в том числе самого вышестоящего. И потом, естественно, если вы хотите уехать из России, так как вы понимаете, что невозможно вот эту преступную криминальную систему никак изменить, вы можете, например, получить статус беженца в Украине, если у вас будут достаточные данные, что у вас доказать, что вас присутствуют, либо в какой-то иной стране. И вот эти все ваши доказательства, потому что вы сейчас являетесь в системе ценнейшими свидетелями и очевидцами всего того беспредела, который происходит. Вот вы это поймите, вы ценнейшие свидетели всего беспредела того, что там происходит в этой системе. И после этого, соответственно, вы можете использовать вот эти все доказательства, например, для возбуждения уголовного дела против Путина, его АПГ, в том числе и в Международном уголовном трибунале. Почему? Потому что вот эти все преступления, которые происходят, там, избиения в полиции, в Средственном комитете, в других силовых структурах, они, согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, не имеют срока в давности. И в том числе, кстати, и по российскому законодательству, и законодательству родных других стран. Поэтому всю эту доказательственную базу нужно обязательно против Путина и его АПГ собирать. Я уверен, как специалист, что пройдет какое-то количество времени, Путин, безусловно, будет осужден Международным гаагским судом за свои преступления. Это в первую очередь аннексия Крыма, потому что аннексия Крыма – это международное особо тяжкое преступление, но по своей степени даже тяжелее, более тяжкое преступление, нежели терроризм. И, значит, войне на Донбассе, за российскую агрессию на Донбассе. Ну, за войну в Сирии, за прочие международные преступления, то, что Российство совершает, это понятно, безусловно. Но в любом случае Путин и его АПГ исторически так идет ход истории, что все движется к тому. Несмотря на гнилость всего Запада и, значит, несовершенство Международного правосистемы, оно все равно, они будут осуждены. И ваши доказательства, те, которые вы соберете, они сыграют решающую роль в трибунале над Путиным и его АПГ. Ну, и хотелось бы, значит, с вами перейти к последнему, наверное, на сегодня разделу, да, то, что мы обговаривали, это российское влияние и агентура внутри Украины. Вы уже, так сказать... Начинаем на своей шкуре. Да, 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 да. Вы уже, наверное, все соркнулись. Ну, вот в двух словах вы расскажете, что вы? Ну, очень, как бы, сталкиваемся с этим, значит, очень многие говорят, ну, в приватных, основных, беседах, что есть люди, которые, допустим, по нашему вопросу оказали бы давление, значит, не в лучшую сторону на то, чтобы, как бы, вот мы сейчас здесь ведем эти беседы, разговоры, ну, чтобы нас все равно выслать, значит, не разбираться в нашей ситуации. Те доказательства, которые мы предоставили, они отчетливо показывают то, что мы вообще ни в чем не виновны. И когда мы уезжали из России, никакого уголовного дела не было, никакого преследования не было. В розыске мы не находились, мы по своим личным убеждениям оттуда уехали. Значит, здесь мы выразили свое несогласие с политикой, да, такой вот, вот этих, там, прихлебателей путинских, там, каких-то организаций некоммерческих, там, ведущих какую-то параллельную борьбу, там, с непонятными наркотиками, вот крайний пост, там, 5 килограмм, кашиша изъяли в лесу, закопано, ну, чушь, там, даже те люди, которые подписаны на эту организацию, я даже называть ее не хочу, значит, вы смеяли этот пост у этого политика, у депутата, да, из-за которого наше преследование началось. Ну, значит, удалил все эти комментарии, в том числе, там, не ответил. Ну, то есть люди, там, не то, что там какие-то маты писали, ну, просто ерничали, подшучивали, а как интересно вы, там, погребы пошли, 5 килограмм нашли наркотиков в лесу, как это вообще могло произойти? Ну, на что людям ответили, что наши слова не могут подвергаться сомнению, и все, все комментарии, значит, удалили. Что я могу сказать, чему мы вообще идем? Ну, вот по поводу российской агентуры и влияния, вот, то есть, получается, что и эти люди вам сказали, что они фактить, но они вам не говорили, что там интересы к Российской Федерации здесь есть? Спасибо. Слушайте, я вам сейчас объясню. По сути, российский народ, украинский, это братские народы, поэтому очень много родственников у украинцев проживает на территории России, у России на территории Украины. Естественно, люди общаются, многие из этих людей занимают какие-то посты в Российской Федерации, и, соответственно, влияние Российской Федерации, оно на Украину достаточно велико. Также, понимаете, Российская Федерация, это достаточно богатая страна, у нее большие запасы нефти, газа, денег, которые она может тратить на содержание своих агентов в Украине, ну, как медведьчатая фамилия, кум Путина. Поэтому таких людей здесь достаточно большое количество, кто-то из них открыто поддерживает, кто-то тайно, но все это на Украине присутствует, я считаю, что с этим необходимо бороться, потому что преступная власть в России, она своими денежными средствами подогревает какие-то нездоровые... Реваншистские настроения. Нездоровые, да, настроения в Украине. Это все есть, да, присутствует. Просто, чтобы вернуть в Крыму, в орбиту влияния Российской Федерации, вот и все. Ну вот, хотя у вас здесь уже, мы здесь общаемся с большинством людей, тех, кто все-таки, они приверженцы европейского пути. Ну вот, смотрите, вы не так давно, 4 месяца, собственно говоря, здесь, и то почувствовали, вот, какой, значит, угроза вражеского пророссийского реванша здесь, насколько серьезно эта угроза существует. И, кстати, что касается Виктора Медведчука, действительно, Виктор Медведчук это открытый агент в Украине путинского влияния, он сам это не скрывает, он открытно пропагандирует здесь идеи и дружба с Россией, значит, то, что Россия для него не агрессор, это несмотря на то, что почти 14 тысяч человек уже погибло по вине российской агрессии в Украине. И он вот тут действительно выполняет две очень важные функции, стратегически важные именно для Кремля и Путина. Первая функция, он пропагандирует русский мир, скупает в интересах Российской Федерации все основные телеканалы, чтобы полностью закрыть все информационное, покрыть все информационное влияние и российской пропаганды, и российской квази-пропаганды, потому что в силу, значит, законов и санкций, значит, Совета национальной безопасности и обороны, это вот слава богу, что нас еще, так сказать, тот защищает вообще от полного, значит, информационного внедрения России в Украину. Он таким образом борется за умы и души людей. И вторая его функция, он является незаменимым информатором для Кремля и лично Путина, потому что здесь Медведчук действует, фактически подменяя собой российское посольство и консульство, службу внешней разведки России, главное управление генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, Министерства обороны, это бывшая ГРУ и ФСБ. Поэтому единственное, вот на мой взгляд, я не так давно, кстати, и написал, значит, в одной из своих публикаций выступал, что Украине необходимо принять вот новому составу Верховной Рады, прям это должно быть в первой десятке законов, закон о противодействии российской агрессии, чтобы вся вот эта собственность, которая покупается Медведчуком и является орудием борьбы с Украиной. Различные телеканалы, они изымались, и тем более, вот опять-таки, Европейская конвенция по правам человека, она позволяет в интересах национальной безопасности изымать орудия преступления, которые совершаются против национальной безопасности. И, естественно, таких людей необходимо, значит, привлекать как строгую уголовную ответственность, и по 111 статье УК Украины государственная измена, такие люди не должны влиять и находиться в украинской политике. И как раз-таки борьба с Медведчуком и его пятой путинской колонны здесь в Украине, это тест для президента Зеленского на его способность быть президентом, главой государства в столь тяжелое и ответственное время для нашей страны, и, значит, тест на то, как он будет реальным, то есть, тест на способность защиты национальных интересов Украины. Вот, но, в принципе, я так полагаю, мы, наверное, сегодня уже все с вами обсудили. Вот, значит, Никита и Семен, я очень рад, что вы сегодня... Прошли. Да, 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 мы продолжим наши беседы. А всех зрителей я призываю, значит, подписывайтесь на мой канал, распространяйте мои видео, рекламируйте и пишите в комментариях, если вы что-то хотите серьезного, получить какую-то серьезную, значит, объективную информацию, касающуюся деятельности власти в России и в Украине. Всем пока. До свидания. Спасибо.